поехали раз-два-три традиционная проверка связи дорогие друзья именно так звучит каждое приветствие каждого подкаста еще не один гость мне этот вопрос не ответил можно было бы подготовиться сегодня триумфаторы дивизиона бочкова дима гулин и дима дементьев всем привет рассказывайте ребят сегодня сегодня вы звезды эфира вы чемпионы кубок тоже в кадре ну давайте обо всем по порядку о себе чуть-чуть вы мне уже за кадром рассказали поподробнее пожалуйста ну в общем давайте сначала откуда вы я санкт-петербурга то туда же то есть местные ребята про футбол как появился в жизни футбол все просто наш район неске дамы там же жили и у нас футбольной школы северный пресс ближайших дома подожди камеру поправлю так расскажи где бесплатно было туда и пошли северный пресс родители дали и вот как бы с третьей детской до первой юношеской а дальше там армия потом немножко футбол уже пошел на второй план да там надо было карьеру строить там вот ну ездили там раз в недельку там буду на бутлеров форму поддерживать а потом там алексей воскресенский предложил там команду создать но не т4 а другую шторм и вот начали играть потихоньку играли в открытой лиге в открытой лиге до 7 на 7 пара у нас там успехов не было так что решили лигу поменять команду поменять состав поменять но вы силится но вы прям стремительно прям прям пропускаю всю информацию а команда т4 это наш как бы ну мы непосредственно давайте расскажите про то 4 да ну мы зимой работаем на машинистами служим на четвертую линию оранжевую и у нас как бы каждое лето проводится турнир среди всех служб метрополитена вот там выступаем и методист по спорту как бы сказала давайте подготовимся к этому летнему турниру выделим вам деньги на зал будете ездить на тренировки я ей сказал что скорее всего никто у нас ездить на тренировки не будет давайте мы лучше пишемся в турнир но про убережную лигу я как бы тоже давно знал как вас да вот расскажите но мы особо в ней не играли да мы не играли но я за ней следил как бы подписан у нас еще друг тоже наш игорь семенов гефест потом диму тут димка туда потянулся за гефеста выиграть но я ну сама не играл ну вот один раз там дебютирую в воротах с офсайда мне там авоську накидали вот и вот решили вот попробовать вот в зимний турнир т4 команды ну и как выяснилось удачно ну мы особо на самом деле это не рассчитывали я думаю что там где-то в пятерочке было бы уже неплохо будем типа играть и дальше деньги выделять а тут аж получилось первое место а вы примерно уровень команд принимали сопротивление какое будет ну так чисто ну семенов там или уже по ходу сезона там подсказывал но он знал давно уже в пробереге но он тоже говорил вместо в пятерочке я думаю точно будет так а там пошло сразу раз победа 23 и потом уже думаю ну ничего можно и поиграть наверное ну да на дисмаре турнирую таблицу и соответственно игра стала хуже только от этого но давайте уже тогда раз вот так стремительно перейдем к этому сезону в принципе ожиданиями перед ним вы поделились вот сезон начался в какой момент подумали уже что вот можем цепляться минимум за тройку потом в какой момент подумали первые три игры первые три игры да но они нелегкие получились они начало у нас первые таймы мы там первых двух играх там 55 чем-то там 5 1 5 0 а потом нас там догоняли в итоге 76 качели получали ну расслабляли все у нас двигали подряд по 87 мы выиграли или спасим 6 по 8 по 8 это наверно с сезон пока правильно есть позже но давайте я просто календарь открою что первый тур с козы ностры в один мяч и сезон пока сначала там сразу с красной карточки у нас алексей воскресенский научил красную карточку на первой минуте чемпионата да вот и на последний минут чемпионата 87 с козой и 8 70 и 8 70 с фпк 3 тур с янг бойзом с янг бойз 5-2 так хорошо выиграли первые три игры подумали уже что можем цепляться за что-то больше но это была мысль очень плохая на самом деле там даже я какой-то подкаст смотрел после третьего тура или не подкаст или краткие итоги что кто-то из янгов сказал что мы типа выиграем чемпионат вот оказался прав а потом мы просто встретили алстон но они нас спустили немножко расскажите про это это примерно значит четвертый тур да вы при проигрываете аустам вот когда команды пошли уже большего сопротивления до при всем уважении к тем командам с которыми вы играли в первых трех турах пока нет а пока в любом случае да как мы выяснили второе место да и мне кажется все таки матчи с ними как раз и стали определяющими но создали они стали кричи ляющие не в хорошем смысле в плохом на самом деле потому что он подумает просто ну ты знаешь как мы кричим друг на друга и вот то что мы проиграли алстону там раздевалки уже все как будто паника все уже все проиграли больше не будет но вот расскажите ой мы мало играем так а я вы там одни и те же и бегают ну и вот начало небольшие конфликты знаешь потом брас мы потом по-моему спай сюда проиграли через игру что ли да и все там люди уже мы пошли вот некоторые в шестом туре до проиграли спайсу вот у нас два товарища собрались и мы пошли за последнее место сражаться там повеселее будет так ну мы думаем ну ладно будет полегче потом у нас почему монтана нас разнесла да но вот я считаю что переломный момент в чемпионате это игра с фабанком было когда мы 4-2 проигрывали да и 5-4 5-4 выиграли как раз покер по-моему забил ну да и после этого у нас получается все стримы пошли и пошли пошли ну где-то нам конечно везло не без этого не вот мы пошли пошли также до этой монтаны нашли но у нас победная серия там восемь до процесса 8 подряд но монтане мы тоже не проиграли с монтаной ничья получилась в втором туре правило во втором круге на на хорошая команда какой проиграли не подожди но вы выиграли спайс бойс до 15 туре паша алексеев там команды спайс бойс и один из организаторов он говорил что эта встреча общая стала вот чемпионская встреча была вот эта ну да весело все от спайса на самом деле но мы не я так по-моему они сначала сыграли да и потом сразу на нашу игру пошли но не я на состав там я так по у них да у них эту зиму проблема со составом да просто в первую игру калили всех по-моему привезли когда мы играли все то ли все кого нашли там просто смотри вот вы еще победили аустом да в тринадцатом туре если посмотреть по календарю у вас победы в один мяч много таких в один в два мяча за счет чего за счет чего вырывали эту победу за счет характера за счет но удачи за счет сплоченности действий или я не знаю или совокупности совокупность я думаю совокупность во втором круге начали доигрывать все с первой до последней минуты они знаешь как первый тайм сыграли накидали аосику потом ходим пешком вам раз пропустили два уже все уже настроение не то начинают все расстраиваться и так просто летят вот второй круг он прям вот четко пошел от первой до последней минуты играли я думаю это залог успеха принципе но я так понимаю во втором круге начали чуть меньше орать друг на друга ну да не факт а как не поменьше это обсуждалось в раздевалке потому что для определенных игроков это заряд мотивация для других игроков наоборот это еще хуже и они не не обсуждалось да я сказал что надо подуспокоиться конечно ну и бывает самому себе тогда я сразу сказал ну потому что да паника там переживает человек у меня еще за первое место поборется ну да когда тем более уже думал шанс действительно реальный ну в тройке это точно я думал что да вот после спайса я уже думал что все не отдавать а потом спайс еще проиграл а у нас вообще просто там были расклады все на руках ну да а вот что хотел спросить у вас вы же долго шли четвертым да прям прям долго несколько туров и четвертыми вот в этот момент какие мысли были за тройку боролись ну я просто сказал что и чтоб ну занять первое место надо все выиграть все вот эти матчи и таблицу смотреть не но теперь ска не смотрите в таблицу просто играем вот задача математ все выиграть а там как получится от соперника что же зависит победа над спайсом в пятнадцатом туре остается три игры значит вы побеждаете молотну здесь 16 3 очевидно было из монтана ничья 22 что после этого но спонтанной нас не было во первых под спайс мы подзывали виталика заводим да он не смог он не смог приехать но даже мы же не знаем что там у спайса ли я думал что паша алексеев по-любому хотел сильный состав потому что и поэтому я думаю давайте усилимся это виталиком золотинком с ним там баролин братья побольше конечно общается они предложили он сказал да я приеду ну так и не получилось мне приехать у нас она состав хорош собраться ребята вот не которые играли весь сезон они не обиделись на то что может виталий приехать на важный тур и остальные соответственно мы должны будем рассчитывать вы хотите поиграть или проиграть давайте виталик при это сделать результат как вы хотите это же за первое место борьба ну такие так кто на что рассчитывает поиграть не поиграть но вот так может просто приехал он значит медальку получить в итоге он не приехал играли все все те же да грубо говоря кто у нас и играл кто до этого играл хорошо вот расскажите мне значит вы играете в ничью с монтаной сейчас даже откроем до такого матча вспомнил виталик сказать сказал что со спайсом не получилось но на монтану точно будут и на монтана тоже не подъехал на спайс а еще чикер до головой который забил это первое заявили давно еще до чекера еще на ответственную игру подъехал чекер тоже хорошее приобретение это артем баролин друг но они не в метро работает они просто были подтянуты как усиление 2-2 счет что что после этого вот чтобы раздевалки огромное количество желтых карточек красная карточка после этого расклад такой что если вы проигрываете в последнем туре с из фпк и спайс выигрывает то будет мини турнир первый в истории права береги это как выяснилось потом из регламента потому что у меня спрашивал так да я вообще не знаю я так и так я начал разбираться я смотрю в таблицу а я не понимаю это обыграл эту у этих равенства причем вплоть до мячей равенства в личных встречах я просто я голову сама я час наверное сидел разбирался а потом мне слава пишет ну один из организаторов вообще что с прозапрошлого года да по моему что на городе сейчас вообще в принципе в футзале при равенстве очков у трех команд играется золотой турнир такое было на самом деле в правом береге может быть ну лет года 45 назад такое было но тогда еще правила такого не было просто в регламенте тогда еще нигде не базового турнира и тогда смотрелось да там по личным встречам есть там равенство то смотрелось уже по разнице мячей вот и ты начал спрашивать меня после этой ничьи а что будет что будет что будет и было такое ощущение что ты уже готовился проиграть в последнем туре ради турнира мы в бане были в последнем туре в последнем туре вы играли с ва-банг ну ва-банг но очевидно ну я все-таки не без уважения к ва-банг мы почему-то были уверены ну как вы говорили золотой турнир турнир мы просядываем ну вы издеваетесь мы сейчас вот просто выйдем и много забьем ва-банг просто заберем это золото покажем то есть а если мы давай проиграем ва-банг то зачем нам такие чемпионские медали если мы просто не можем доказать это в принципе никакого нервика не было все были уверены хотя первым туре с ва-бангом волевая победа получилась но я также объясню мне так как обозревателю было бы конечно интересно посмотреть золотой мини турнир потому что всем вспомнил фпк со спайсом но Паша же и предлагал как раз в подкасте что давайте золотой турнир сыграем устроим устроим шоу вот и болельщикам я думаю тоже было бы это интересно и меня поэтому и удивило что мне Дима пишет о том что а вот а как будет а как будет я думаю да и ну такое ощущение что ва-банг тем более которому уже очевидно ничего не нужно с точки зрения турнирной таблицы да понятно что они приедут понятно что они попытаются когда тебе ничего не нужно ты еще и лучше можешь играть да 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 у тебя нет никакого давления на тебя а у вас давление соответственно из-за того что сейчас если оступитесь да да меня бросает ничья то вас устраивает ничья и Андрей Романович Гринштейн мне весь мозг вынес что говорит ну как как мы с фпк не может быть выше нас он там уже все расклады за три тура там считает как не может быть мы их два раза по личному выиграли то есть мы уже точно там я говорю а видишь оказывается что не считали личную встречу я ему это тоже уже пытался объяснять и он все равно себе не понимал как так ну вот так вот ну да потому что вот гуарани да с олдфудпс у них был золотой матч и оказывается что гуарани же их два раза два раза обыграли в регулярке и такое было недавно в премьер-лиге в прозапрошлом году когда играли между собой ривер и дружина ривер обыграли три раза дружину по ходу сезона если еще кубок брать но при этом золотом матче получится дружина три раза обыграла ривера в золотом матче ривер победил дружину вот и да да как оказалось вот что личные встречи не влияют ну и давайте по последнему туру мы сейчас в любом случае будем смотреть обзоры матче вот перед матчем какое настроение спокойно ну за просто не то нейтрально выйти сделать знаешь долго это ты проснулся 8 утра это я на я хотел мне понятно дел своих много отвлекались как-то да то есть не пытались не думать мы смотрели состав хотели конечно первыми сыграть такой какой надо состав вот эти люди виталий виталик подъехал то есть можно сказать виталий золотенков принес чемпионство т4 ну у него фамилия видишь да а как вы вообще вы из кайрата мне просто интересно подписали или не было никаких проблем или он сам не хотел в карате выступать больше так это он там особо не играл не с ним общаются тесно давайте мы поможем честно получше чем хотя он ну как бы мы виталий тоже знаем с нашей северного пресса тоже парень с нашей школы так но значит начинается матч вы забиваете много голов да уже там еще один-один да был счет один-один но там 52 до первый time 52 ну там что-то нам насвистели фоллов я как-то вот судейство в этом матче совсем никуда ну мы посмотрим там какие-то красные карточки за то что там москресенский не так улыбнулся и за что мне кстати вот интересно ему что первую просто ну там сейчас посмотрим но уже мутыкальщик просто вряд ли в обзор попадут красные там по ним есть там первые первое есть где просто он пытался отойти в него врезается нападающий как потом он бьет поворотом не попадает это первый желтый а за второе за то что он их мыльнулся там просто ну не борьбы борьба никакой не было там чуть-чуть вот так вот задел все сразу получается на 4 или 3 десятиметров просто били а там еще парень у них бьющий тонищенко как пенальти наверно там щелкает ну хорошо сейчас посмотрим хотел сказать себя похвалить что я хорошо снял там же был другой оператор на юра топченко снимал да после чемпионства вот после матча да когда вы стали чемпионами что в разделке было ну очевидно что в разделке был напряг был какой-то дикий от того что почему потому что ты хотел стать чемпионом с монтаной понимаешь надо еще неделю еще вот до последнего тура нервяк вот это всю неделю как бы ты не то что об игре больше думаешь за самого вот этого состояния думаешь проиграешь там вот какой-то турнир еще думаешь да какой турнир а мне кажется вот команда которая вела да вот ну там в последних турах была на первом месте и те которые догоняли и в таком случае как если был бы золотой мини турнир то у них было бы психологическое преимущество потому что они-то догнали а вы упустили так кто-то есть такой эпизод ты смотришь ты еще там например перед нами да и говоришь пока это смотришь такой думаешь блин эти в обыгрыше даже какой-то реальный уже начинается не у меня уже если ты не обыграешь ага в пк обыграл спайс тут обыграл да они же сыграли то уже надеюсь другие команды за тебя результат сделают ты уже приехал там да ну я отпускал все лидеры выиграли короче свисток начался все вышли но у нас игра и игра у нас хорошо кстати складывалась ну комбинации хорошие проходили там голы такие красивые там виталик там такую исполнил но витали в принципе да умеет исполнять во всех смыслах переходим к матчам тогда и уже по ходу матча тоже хочу чтобы вы подробнее прокомментировали так по соперникам давайте да мы сейчас будем смотреть матчи на других команд и и вы мне будете говорить какую-то характеристику этим командам давать договорились и еще мне интересно какой самый тяжелый был для вас матч но переломные вы мне в принципе уже озвучили это матч с вабанком когда отыграли и он за 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 ты мне морально тяжел с ОПК второй мать тоже был небольшой во втором туре что что случилось в банком в том матче в хорошую или положительную историю не тогда ну сначала сначала почему проигрывали так у нас все у нас пошло по не по нисходящей вот эти вот переживания то тоже приезжают люди мы не играем там не играем на самом деле там еще завета было до этого с футболку хампу мы играли тоже там тяжело как-то шло и все там по-моему не даже полевой воротах стоял но все равно мы не попадаем с футболку хамп сайте ужасно две игры сыграли если честно еще и отскочили там особенно второй тур и все не шло хотя я у меня всегда возникали мысли почему футболку хамп получать если честно по 20 прыгают в подкатах это что с нами что ли по 18 забивает какие-то проблемы в общем и слабанком там раз центрополя забил человек два с центрополя я помню там проиграли 2-0 человек вышел все в пустые ворота не забил а я помню да кстати слабанком очень много моментов не реализовали они еще там либо нам либо нам повезло либо так и должно было быть давайте тогда смотреть коза носра с эзэ фпк в первый матч вы значит увидели что фпк победили и уже второй я еще я на гарантирую был на дне рождения в этот момент я не был на дне рождения сижу и смотрю матч 2 коза носра забила думаю ну ладно давайте ребята за нас отперем а потом обыграли обыграли пока мишка проснулся не федор по-моему да начал забивать давайте смотреть где вы с ним воскресенье сейчас звуки сделаем потише вот илья кузьмичев тоже северного пресса ну вот все северного пресса никто не приходит мы северного пресса так составы на ваших экранах если у нас почему только янг бойца здесь написано но это сезэ фпк до играет очевидно какие-то комментарии по составам бог в принципе уже ознакомились ну не уже уже стартует весенне-осенний сион если что-то можешь искать по ребятам вот конкретно из сквоза ностер и из тех и из других коза ностер и я ну никого не знаю но там хороший такой такими габаритами так разворачивает тяжело было против него играть так по поводу сезэ фпк но можно сказать что это не составу на 7-7 миша нефедов соответственно лучший игрок турнира сокин александр и щелон в открытой лиге за кого-то да сокин александр за академику чем нет или нет кого же он играл зайди верит исполнен по до забав коварит ну вот на слуху трещилов и это тоже мы с ним открыта вещи это не на смене футбол он за полигон играл да вот там много ребят из фпк из поиска на легали тоже так скажет даже у нас метро шники так ну да у нас пол состава то точно метро шинку и парочку так мы здесь награждение лучшие вратарь сезона александр бачков можете что-то прокомментировать но сильно вратарь много выручал великолепные собеседника у меня вы как будто нас на собеседовании каком-то находитесь вот пожалуйста давайте все я вам передаю слово мне кажется он грамотно позицию занимает саша у него как будто он так стоит и в него попадает так кажется так кажется саша в великолепном настроении было особенно когда хорошо попал до ближний угол так зандаков жаргал сейчас еще чуть потише сделают слишком громко мне не нравится на столь вам случае будет слышно так до ближний угол перехватил кураев и жаргал ближний пробил 1-0 повели ребята вы снов сидели я так понимаю за матчем сезона пока пристально да и подумали что вот возможно сейчас тут момент был человека да пожалуйста хотя константин северин саша саша выручая до константин северин такие моменты в принципе на ура реализовывает ой с левой ноги в кристилина такой момент он так вот руку сделал вот они они их манера игры саваннам вот одинаковая да вот они так разворачивают хорошо с мишей нету северин северин да вот давай сегодня такой да пошустрее что он не помню так в дальний угол с передачи трещева да все верно 11 10 минута по комментируйте я уже я уже много комментировал похоже сезона хочу на самом деле миша не ключевые я думаю если бы миша когда не принудил шансов на травм я помню он не приезжал что-то тяжело в них дела там миша не забил в одном матче сезона в котором кстати 13-1 и миша не забил я удивился тебе же не хватило одного гола да и миша сейчас в обзоре я тебе расскажу вот я хочу об этом да давайте попозже трещев с передачи краснощелкова 2-1 czf и пока вы под вперед потом я уже думал ну ладно можно выключать трансляцию посмотрим ну еще смотрел стоят просто даже 4 человека просто стоят легко 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 да потом расстраиваются стали постояли два не бегут просто ну так либо тоже разрывали это же миша и правой ноги не важно в том плане что сколько матча сыграл да то есть у нас при равенстве неважно то есть там кто-то больше всего кто-то меньше при равенстве , голов обоим кто-то обручается да то есть два лучших бомбардера дима поза сообразился да и ты как-то начал забивать я смотрю и все начали на тебя играть на это красивый момент был ну давайте да да когда уже к вашей игре об этом перейдем со всеми этими переживаниями поделишься я думаю что до сих пор наверное немножко да да так ну может быть но как бы чемпионство все-таки привычка да я индивидуальные подождут до лучших времен человек только начал пробили играть ну да тут как-то совсем да легко легко уже проходили счет уже крупный ну да не в начале коза вроде поиграл а потом 3-1 да всего счет на 24 значит сейчас мы еще один гол увидим вот опять манер у него такая техника интересная да хоккей на это как будто но все равно моменты есть но есть вот пожалуйста развернул штангу да ну так легко просто я вот по моему в каком-то из обзоров уже говорил удивляет как-то левая так просто это выглядит вообще да 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 случай даже напрягся да да он как халк уходит в центр и стреляет как говорили семенов чина за сюда пьяный или трезвый да мне кажется его перманентное состояние не понять просто мне кажется он всегда как-то как-то чем-то здорово перекидал менчиков по моему увеличение на артема июльева у артема тоже техника интересно вы мне сказали что подкаст с ним смотрели смотрел самый нарядный гость моему за эту футболку и дали вообще просто штрафной да один с передачи носок вода с левой ноги ну вот артем не может мы также играем со стороны давай давай сейчас посмотрим обсуждать это хорошо ну да 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 нет но мы же как при всем уважении очевидные моменты да то есть два человека за ним не пошли не попытались вот а вот всей болью своей делится да что он за мечи там спереди борется в защите никто не помогает ну очень-очень красивый да гол мулькеев как раз передачи северина да этот гол я хорошо помню все равно как будто бы ребята сами не верят а что могут сейчас отыграться вот ну так и ну там за что ну не за что бороться просто так поиграть но попал в эту мертвую зону да вот в руку руку не поднимешь руку не поднимешь туда капитан с мячом здорово в стенку да щупает догоняет мяч вот еще тоже такие гвозди это тоже попал он видимо хорошо да ответил вот пожалуйста ответь его получается мулькееву на да да на предыдущий забитый гол он нам тоже такие удары с гвоздя это вообще к 1 попадая половина мячей тоже с гвоздя забивала так в расширенный список лучших моментов возьму вы пока комментируете нас отдал саша бачков тоже выручку достаточно тут наши передачи и не забивает палочек так не дай бог они сейчас сверлить начнут я в соседнюю квартиру я вычислил где они работают поэтому если слишком громко будет сходим к ним хорошо все просто трещилов касание касание с передачи асокина 7 2 35 минута не тарапай ну да хотя последнюю туда казалось бы вот можно какую-то мотивацию да можно в себе найти как будто бы если мы как-то 4 то место выскочили только за ностров обыграет да там то молот там да выграют австон спайс обыграют молот спайс обыграют молка австон обыгрывали да так мы поднялись 4 место ошиблись при выходе там где ребята не забирали очки которые ошибка при выходе из обороны вроде даже особо и не прессинговали так ну давайте давайте ребята раскрепощаемся интересный матч смотри в троем кота вот честно давай просто первый раз на подкасте а я вот уже 60 примерно 65 какой-то поэтому мне конечно проще в этом плане ну я говорю почувствуете себя как будто вот вы ко мне просто в гости пришли мы с вами вот смотрим футбик с кайфом давайте просыпаемся но ищем матч немножко конечно не не дает раскрепоститься так северин спидальщик ну такая талант принял да это вот это классическая классическая заготовка ну и видишь хорошо да да здорово щипоком мне кажется если преимущество такое у тебя в команде есть им надо пользоваться да это как как зенит 5 чемпионств выиграл да разоброс таракицкого на дзюбу дзюба скидывает на азмун азмун убегает забивает а в принципе сколько богов таких забитых так что тут никифоров с передачей саша тут его напрягался но он что я говорю когда повели там примерно в три мяча саша был такой приз получил уже чем да 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 он уже понял что игру это они не отдают да ребята просто мне говорили некоторые что зачем ты даешь индивидуальные призы перед игрой если награды уже после игры дату сезона официально завершён то и награды индивидуально тоже нужно было после игры но не знаю не знаю есть наверное и правда в этих словах но вот для особенно просто подходит ну тут было касание кураева но передача все равно дошла до не федора да в принципе поэтому здесь сашу бачкова мы не будем расстраивать голевую передачу да у него отберем вот если бы сезе стали чемпионами можно могут отобрать до 8 4 по моему или больше 8 4 1 а нет 9 4 миша не федор забил все годов в этой игре больше еще хотел забить мишу видно еще а вот еще а вот интересно следил миша за гонкой бомбардиров ну ты очевидно следил мне кажется да да нет да не да поэтому побежал забивать на 48 минуте как сумасшедший да нет это мы расскажем сейчас сейчас интересно интересно мне дойти до этого он про это не помнил до последних 5 минут матча классный сейф артема артем кстати тоже потендовал на звание лучшего голкипера но на самом деле в дивизионе было много много хороших выступлений голкиперов то есть и и воскресенский тоже 4 голевых отдавал в одной игре не попадал не попадал в сборную а знаешь почему а легко объясню потому что саша бочков попал нет потому что у вратаря какая изначально задача так он и тащил а вот как он со спайсом вышел это ж вообще ребята но мы кстати смотрели когда выбирали это же не только я один выбираю коллективное решение да то есть я какие-то свои кандидатуры на рассмотрение выбираю но для меня всегда важно посоветоваться да то есть в конце концов может меня какие-то есть кто-то нравится либо говоря да и там индивидуальный предпочтение но нет я конечно стараюсь в пользу этого не выбирать исключительно из футбольных качеств вот и мы посмотрели воскресенский все важные матчи где он участвовал проиграем команда то есть со всеми лидерами проиграла команда и но в любом случае воскресенский входил в список там топ-3 вратаря до которых мы рассматривали на номинацию ну просто травмы все получилось я так понимаю вот хотел спросить почему яцки там выходил играл по несколько минут а потом выходил воскресенский играть это как что за тактика такая это когда нас не было видимо в одном из матчей просто яцки травмировался со спайсом со спайсом ему сразу в голову ударил да андрея герасимов ему там на третьей-пятой минуте где-то примерно на первой же сразу же да то есть монтана я не помню что они на видимо они как они сказали договорились после не по тайму играли там янский вышел сыграл 10 минут приехал воскресенский этого не наоборот там и но было два вратаря как несколько лёша что они договорились первые полу тайма он вторые полу таймой никита потом полу таймой он полу тайма никита выпустили то всего два странная с равной системы хорошо не пропускают а лучших игроков матча ну я выделю сашу бачкова так потому что все равно там на самом деле много на выручал может не все показано мишу не с этого не выбирай вы не я выберу а я выберу а соки на что мы будем делать сейчас так я говорю что эти ребята это не свою работу выполнили ну все равно подавая у бачкова потому что у него ключевое это вот если бы он не наспасал да счет бы был бы не восемь четыре все-таки девять четыре ну не девять четыре да да давай потому что там я насчитал штук пять спасибо и в составе козы давай ладно там везде полу ну наверное ну из кости северин тоже за кости северин то есть вы предлагаете мне бы хорошо а если и город никита кого давай мы выбираем а ты решающий голос у тебя у тебя будет ну за что мы вдвоем обычно как бы но давайте хорошо давайте кости северин я выберу да за красивый гол черпаком тут в принципе я вообще хотел может быть и артема июлева тоже поддержать у него тоже были спасения ну были да но по обзору больше саша больше согласен согласен матч этот мы закрываем спайс бойс янг бойс вторые команды и при этом тяжело сказать что вторые команды потому что янг бойс собрал янг бойс собрал собрал я так понимаю просто они хотели отыграть вот это преимущество 15 6 то есть 21 раз команду встречались между собой представленки и при этом янг бойс тур или два назад обыграли основную команду спайс бойс да они там заняли второе место в дивизии ну да они сильная команда да сильная команда они единственные кто обыграл в сайт который в принципе на игру в сезоне все остальные выиграл и я ну я не знаю какая была мотивация у сереги окружного туда туда они мог они могли сыграть основы на этом поле могли состав туда могли но они играли параллельно в этот день они играли параллельно если я не ошибаюсь но они уже заранее но они уже да они там они сильно заранее ну не сильно там за два три тура там они играли еще против карабаха с последнего места и туда они отправили но я не могу сказать что они туда полностью вторую команду отправили а сюда полностью первая соляночка соляночка да то есть вот кирилл пех например туда перешел какие-то ребята и тут остались но там дать возможность на высшем да но просто здесь да 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 но при этом против карабаха да с последнего места здесь это понимаю все равно какая-то нотка принципиальности я не еду именно спортивные есть да то есть у спайса большое преимущество но при этом матче данных команд они всегда проходят то взаимному уважение исключительно спортивный интерес поэтому давайте смотреть 8 голов все подробный обзор в этот раз не я снимаю да поэтому поэтому обзор подробный здесь пожалуйста лучший защитник максим лахтин соседнего дивизиона свечников константин тоже лидер кто и команды основной виктор кирин вернувшийся из как говорят первенство водокачки но по моему чемпионат кыргызстана если не ошибаюсь вот они по моему второе место они там заняли и он там был я так понимаю играющим тренером не хочу врать вот насколько я знаю артем дубков герасимов дмитрий вальтакши василий вот это все с основной команды но и у спайса герасимов у спайса да 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 причем у спайса состав посильнее чем с нами но второй матч но потому что вернулся паша алексеев и немножко дал втык ребятам да тут подъехали основные игроки в принципе это костя андреев это осени абдулаев андрей герасимов который прошлый матч к музыка красной карточки пропускал да оба 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 вратаря здесь по какой команде по гефестом а кто в гефесте играет со спайси и сергей так он играет в гефесте ну да это очевидно давайте смотреть андрей шаукин лучший защитник дивизиона да 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 но смотрите все равно диму номинально тяжело назвать защитником но в принципе как и андрея везде в защите игры но это начинают как тут тоже тут тоже было на самом деле 33 было варианта это андрей шалыгин это ты и и ваня кочергин но ваня кочергин тоже тяжело назвать защитником и мне кажется эту награду лучше в универсал просто переименовать давно уже об этом речь идет ну тут же как таковых нет да да то есть тут универсал то есть 6 на 6 еще раз ты пробежал тоже да 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 в 6 на 6 еще как бы полегче поэтому то есть всегда ребята когда дают награду лучшего защитника я защитник начинает вот это игра на острове до великолепная передача андрюха герасимов на 2 никита петрушев целует эмблема пороха с командой с которой мы с никитой и спавший алексеевым стали бронзовыми призерами дивизионами коли кострова да передача великолепность разрезал все оборону да немножко похож на вчера я обзоры золотого матча смотрел так золт фуза hot food ps это же разрезал вот такой же диагональю и ну на углу штрафная там просто тоже шикарный голос просто так же николаев на четвертой минуте там приклонил колено перед ним андрей герасима давай да посмотрим получилось что да поехали просто но вот так вот я начал на будь янг начал бог с 02 да 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 начали с 02 и гол вот этот да и первый тоже не типичный для то есть они обычно в защите дисциплинированно играют и такие ну такой привоз точно это не про не про янг бойс здорово но мы такая спайсом играли тоже станут нужно константин свешников с передачи дмитрия герасимова один отыграли пятой минуты три гола здорово разыграли на герасимов мне кажется не пошел за костей чуть и пустил но как мне кажется немного значит взяли инициативу на себя я смотрел основном то янги полностью мячом были так я не полностью смотрю да да но оснущется увеличивается спайс хорошо свои моменты реализовала да 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 то есть янг бой действительно как там был рикошет что-ли был там был рикошет да 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 хорош хороший хороший защитника да получается так ну подожди но это же он в атаку побежал нет на самом деле даже вот если брать андрюху в составе спайса это единственный игрок который всегда добегал вот не в этом моменте просто думал что он нападает не в этом моменте нет раньше раньше еще голов лет 15 назад да в этом сезоне так как паша алексеев шутит что он как гус хитинг переделал жирков защитника на это здесь там давай давай посмотрим давайте на просто вот из герасимов он и с нами ты падал красиво в футбольной хитрости но просто не отменял там под опорную модели лучше ну почувствовал контакт думайте сами решайте сами ну вот все свистел конкретно это хороший судья что вы что что вы можете сказать о константине галичихине как о судье осень обдуваю забивает спинате это кто это высенький ну там кто громче крикнет в ту сторону он и меня я тоже считаю что тимофеев как вы зовут алексей 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 ну нормально судить на миллион лет уже судить простили но в открытой лиге тоже да он мне кажется во всех чемпионатах возможных которые есть городе ну вот мы что первая игра со спайсом там просто то ли группа терял то и ну там как это вообще игра закончилась заранее за пять минут наверно ну я считаю что как сказал на стриме паша алексеев что зачем вообще судей обсуждать да понимаешь мы обсуждали когда последний гранатом откровенно как будто уже хотели то ли натянуть то ли чё просто человек бежит просто рядом плечом толкнул в разжение здорово развернулся между ног отправил мяч кирину хорошо марсель кунаков выбивал ну там уже там уже мяч практически за ними но опять же просто говорят что судья предвзят но мне кажется дну но вот я просто нет защитник он же защитник вот так тут паша алексеев пытается забить так да нет просто судья предвзят но мне кажется даже у судьи в момент того как он судит матч вообще нет таких мыслей да ну да я не знаю зачем они как бы рассудили просто такая в момент игры это еще и на эмоциях это можно обсудить там внутри своей команды а зачем это было начать ну поэтому ты орешь не на суде на своих силы да так ван тягшев ну вот не хватило лучшего учительника там он перед хватил да получает да да все сам сделал счет то какой 422 42 до 1 таких назад когда сначала не в голову дал потом Да-да-да, когда с хитрикой Андрюхи началось как раз все. Футбольная хитрость. Да нет, не специально они попали. Дима Керасиков забивает. Причем три минуты. Когда счет 3-0 или 3-1 был со Стасин? Там было 2-0 и 3-1. 2-0 и 3-1, да? Да-да-да, когда Андрюха 3 забил. Тогда в тот момент вообще не было никаких переживаний. Я был уверен, что побить. Ну отыграемся. Ну просто Никитке попали в голову. Я говорю, Никита, если в голову, давай сядь. Ну молодой он у нас, горячий. Давай, потом раз удар, два удар, три удар. А он откуда появился в команде? Он тоже в метро работает или потянули откуда там? Нет, он с МЧС, да. Леша Воскресенский потянул команду. Нашел себе замену. Ну вот, лучше защитник отдал хорошо. Такое не часто просто происходит, когда вратари, да? Себе на замену протягивают кого-то. Ну, в Метрополии он его тоже пристроил. Молодой дубль. Он, насколько я видел, у него на странице, если верить данным. Он с Ханты-Мансийской автономной. Да, да, да. За игру он сделал? Да. Мой сосед, между прочим. Я с Ямала-Донецкого. Здорово. Рома Зеленков вручал. Пять-два. Пять-три. Голов больше уже не будет. На тридцать. Хотя тридцать-мая минута, да? Вот здесь. Коз привез. Коз-артист, как известно. Видите, Керин подключается в атаку. Тоже у Спайса, да? Два вратаря. По тайму. По тайму всегда играют Рома Зеленков и Макс Русаков. Здорово. Здорово, да. Поднимать надо. Вратари там устраиваются. Да. Тут и у Спайса привозы, и у Янг Боди тоже. Вратари, по-моему, больше всех участвуют, я смотрю. Много моментов у Янгов есть. Там, по-моему, один обзор момент из. Момент у Янга, потом раз — Спайс дали. При этом Спайс еще мог упустить третье место, да? Выигрывает Янги, и Ауст убеждает в своей игре. И тогда... Аустен бы стал третьим. Первая команда, второе место. Это второе место, да. Ну и все, все лидеры выбирали. У лучших игроков? Наверное, вратари, я не знаю. Там столько навыручали, особенно. Но там оба же. Во втором тайме. У Спайса, например, оба вратаря выручали, да? И Рома, Зеленков, и Макс Русаков. Давай вратари. Кого в составе Спайса? Зеленкова или Русаков? На втором тайме, кто стал? Зеленков. Вот его. Давай. И у Витя Кирина, у Янга. Правильно? Ну, там я так был в атаке, да? Угу. Воронье везде. Ну, говорят, прибавил очень сильно. Я, в принципе, видел пару игр его до отъезда. Но долго его не было. Молот, Футболкух сел. Вторая победа Молота надо. Ну, видишь, мы так не можем 12-4 забить Футболкуху. Да? Давайте смотреть. Молоту можем 16, да? Футболкуху не можем. Может быть, Футболкух на вас какая-то определенная... Знаешь, мы лучше будем обыгрывать Футболкух, 5-3 или там сколько, и играть с соперниками, их выигрывать. Чем мы будем 18 забивать Футболкуху. А проигрывать. И проигрывать там конкурентам. Ну, очевидно. В шестером приехал Молот, да? И Матюхин еще был. Сын и отец Свешникова. Макар Андреев, сын Игоря Андреева на дисквалификации, который был, но смотрел за своим сыном с бровки. Вот, такая получилась. Ну, вот, что-то постоянно... Футболкуха, если вы маленький состав... Это 5-6 человек. Да, да, да. В Футболкуху много человек, да? Вот и ваши знакомые Рылев и Панюшкин. Вот Панюшкин в Воротах играл. Панюшкин, кстати. Он тут два состава, а тут 5 человек. И по физике... С командой у нас эта игра и пошла. Думаешь, с этим связано? Не без этого. Ну, какой-то конфликт, я так понимаю, был наверняка. Ну... Недовольны были его манеры игры, так сказать. И тем, что не отдавал передачу? Ну... Пижон... Да. Кстати, да. Был момент. Был момент, когда Футболкух обыгрывал 2-0. Коза Ностру, по-моему. Могу ошибаться. Да. И он вышел один в один. И что-то там какой-то из фи-фы. Знаешь, когда Ильдва нажимаешь... Правый замахиваешься, левый спой бьешь. Да, да, да. Вот это вот. И я думаю, вы сейчас 3-0 сделай, и уже там, я не знаю, пижонь сколько хочешь. И в итоге проиграл. С Янг Бойзом это было, вру. С Янг Бойзом это было. На медийку работает. Если такие голы пропускать, то можно 16. Ваня Смоляков с передачи, Макар Андреева. На медийку ты думаешь, что... Ну... Красиво. Получается отрезатель на медийку. Да, Ваня здорово с левой ноги. Ну, не хватило. Не хватило Азизова. Азизов, я думаю, лучший игрок Футболкуха по этому сезону. Да. Очень интересно. Я видел, Футболкух Воли заявился. Тот же состав будет? Это тот же состав будет? Не факт. Возможно, это которая Леша Кухтинова команда. Ну, основная. У него футболик и футболкух. Но футболкух Воли – это же изначальное отделение футболкух, где Леша Кухтинов играет. Поэтому, я думаю, там все-таки Кухтиновский состав будет. Футболкух Воли заявился к нам в открытый кубок. Вы, кстати, не хотите поучаствовать? Мы одну команду еще ищем. Ну, это надо разговаривать с руководством. Снова гол. Ну, здесь уже откровенно. Каждого даже створ просто. Да, Кирилл Свешников с передачей Макара Андреева. Молодая гвардия. 2008 год, ребята, да. У нас есть 2005 год. В момент, когда… Гусев, да, наверное? Да. Просто в момент, представляете, когда… Что такое 2008 год? Да, просто в момент, когда… Позавчера, да, было? Когда триумф сборной, да, на Евро 2008, ребята родились в тот момент. Игорек затолкал. Так, ну, пока сосед начинает сверлить. Ну, вот Игорька Ролева мы никуда не выгоняли. Не выгоняли, да. Он пошел. Он просто затолкал. Ну, по-товарищески. Ну, при этом, для своих 49 лет он достаточно… Он вообще… Вот то, что здесь показывает, это не его уровень. Он просто… Он в отбор. Мы играем за метро. Он в отбор идет. Он идет, ну, везде доигрывает до конца. Вот мы играем вот эти летние турни метро, что он там просто в подкатах. Угу. Вот то, что он сейчас перекидывал, он там вообще это так спокойно исполняет. Угу. Что-то с ним либо… Макар сам отобрал. Что-то на него повлияло, не знаю, уж… Перегорел. Нет, ну, возможно… Он, на самом деле, очень хороший. Возможно, тяжело просто, когда коллектив у тебя не на первых позициях играет тоже. Опять же. Нет, вот когда я говорю, за нас он играл, он тоже по плывку. Угу. Тоже начал расстраиваться, что не играет. А ну, блин, если ты хочешь больше играть, надо что делать? Играть в первую очередь. Ну, вот, кстати, Панюшкин, да, пошел неодавно, да. А, да нет, ну, просто какая-то здоровая конкуренция должна быть. Конечно. И в любом случае, ты хочешь выигрывать, да, или ты хочешь просто играть? Тут надо определиться, да, надо определиться с целью командной. Команда, я имею в виду, в первую очередь, Ваня Смоляков в шестерку левую попадает с пенальки. Пять ноги. Мы собираемся бороться, да, за золотые медали. Да, то есть, ну, очевидно, что кто-то будет играть больше, а кто-то будет играть меньше. Надо ждать, да, своего шанса, очевидно. Руководство надо порадовать результатом. Ну, премию надо получить. Ой, здорово, да. Сколько он там? Ваня Смоляков много, да, забил. Сейчас скажу, сколько. По-моему, шесть, если я не ошибаюсь. Ну, вот так футболкух с нами так не играет. Шесть плюс один. Ну, да, да. Бегали как заводные. Да, да, и я вот это отметил. Видишь, первое место надо вгрызть, собраться. Я в онлайне этого матча писал о том, что вот футболкух, который всегда по самоотдаче вопросов нет, да, там, возможно, где-то в защите хуже. Но в этом матче прям, ребята... Смотри, да? Как будто... Вратарь Олета строили. Да, возможно, возможно. Сегодня, кстати, вот Вадим Издепский придет ко мне на жеребьевку, в прямой эфир, но мы с ним выйдем. Вот как раз открытого кубка. Один из команд сейчас, ищем как раз двенадцатую. Поэтому, ребята, если кто-то сегодня будет смотреть этот подкаст, прям сразу его выпущу. Как вы уйдете? Запущу его сразу на рендер поставлю, сегодня уже выйдет. Вот, и, так что, ребята, если кто-то смотрит, двенадцатая команда, уже в эту субботу стартуем. Там как, до лета вы будете играть? Нет, там всего лишь полтора месяца турнир. Вот, это тоже, там же ВФБ. До лета. В ФБ, вот. А в хоккейном городе? До середины мая, да, да. А после этого хоккейный город. Ну что это сейчас? Да, потому что это... Это что было? Это штрафной дом просто так было? Это вот курьез. Не попал в небо. Это игровой момент. То есть, ну... Серьезно? Давайте еще раз. Давайте еще раз. Это не свиска небо. Он не попал по воротам просто. Я бы пиццу за такое, да. Пиццу можно. Можно. Да, большую бы, наверное. Я не люблю над таким смеяться на самом деле. Но может произойти с любым абсолютно. Да, конечно. Ты сколько раз помнишь выше перекладины с метра бил? Вот. Но... А это не он? Нет, 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 нет. Это Паша Кузнецов. Он всегда так радуется, когда его манера бежит. Бежит, бежит и... Да, у меня было тоже. Мы играли в открытой лиге против фокуса. Угу. Сейчас. Последняя минута. 1-0 горим. Мне передача разрезается. Я левый. И мяч так раз. Мимо штанги. Ага. Ага. Там просто попадай 1-1. И нам в следующей атаке 2-0. 2-0, да. Ну вот так. Так что со всеми бывает. Да нет, просто можно было зайти с ним воротами. Ну можно, да. Мне кажется. Это хайлайт. Да не хочется даже вырезать просто, знаешь, ну чтобы как-то человек... Если честно, может быть, я бы лучше бы зашел. Тут просто даже как-то, ну вырезать как-то совсем уже, знаешь, человека... Вот, пожалуйста. Молодец, мы ему золотую медаль дали. Да. Ну это справедливо на самом деле. Он 8 матчей, если не ошибаюсь, сыграл. Да. Он сколько до этого за метро отдал. Ну да. Когда он пришел. Но Мадея есть без конфликта. Да нет, нет. Ну что общаемся. За игровую практику человек пошел, я как понимаю. Да. Так он у нас бы играл. Наверное, столько же, сколько здесь, понимаешь. Угу. У нас криков много. Вот это на людей не может давить. Не, мне понравилось, что когда Воскресенский Алексей говорит о том, что ты хоть не под камеру варишь. Там же они, говорит, все записывают. Да. Там большой засчет, я уже забыл. Да там, да. Сейчас мы узнаем, что Ролев вытаскивает. 8-1. 8-2. Ролев хорошо. Хорошо. Капитан команды. На 41-1. Периодически у Футболкуха очень красивые атаки проходили. Да. Опа. Здесь, в принципе, такой стандарт типичный. Раз в игру точно был. Золотенков он уже готовится к примеру на себя. Футболку-Т4. Когда вот разрезают на дальние штанги, прям красивые контратаки. Вот, пожалуйста, Ролев. Ну, лучше игрок уже выбрал. Футболкух поздно включился в игру. 8-4. Пожалуйста. Тут могли... Ну, 4 уже тяжело отыграть за 5 минут. Не более усталость. Хотя в Футболкух всего 6 человек. Но опять же, ребята все молодые. До 2008 года. Но у меня не укладывается в голове. Я его онлайн писал. Ваня Смоляков. У Молота. У Молота. У Молота, да-да-да. Я об этом... Ну, и Песком обыгрывает. С ним общался о том, что Ваня Смолякова 30 лет. Ну, 94-го или будет, или уже есть. Ну, здесь просто отобрал меня. Как мы, наверное. Да, я говорю, что в принципе он мог быть просто отцом этих ребят. Хотя, в принципе, Ваня-то еще совсем молодой. Динка тянется, готовится забивать. Ему отдали золотую медаль? Панюшкину? Ага, обязательно. Не дали, да? Нет, Игорь за то, что он... Он и будет за нас играть за метро все равно. А он тоже работник метро? Ну, он долго уже в метро играет. Свешников-старший забивает... С передачей Вашего Андреева. Да, да-да-да. И это второй Свешников-старший. Династическая команда. Да-да-да. Не, эта история красивая, конечно. Это я тут дочек только рожаю. Мне по-моему играть. Да. Вон Панюшкин уже в атаке. В атаке, да-да. Он все еще в атаке? Ну, я так понимаю. Посмотрим сейчас. Синить, Робби. Да, да-да-да. Ширалев попытался... Попасть и попал? Попал. Пожалуйста. У Ширалева много в этом сезоне голов. Сейчас скажу даже. Ну, для вратаря я имею ввиду. 3 плюс 8. Спокойненько. На, иди. Еще так отскок. Обычно вот в перекладину попадает. Один ли в перекладину. Ну, это четверка. Она же не так прыгает. Да. Человек просто берешь всю команду, да? Сколько голов. Ну, здесь. Да, да. Как раз вот младший свешников, младший Андреев. Так что все красиво. 50-я минута. Да, последний гол как раз в этой игре. 12-4. Ну, футболкух вот борется еще, да? То есть пытается, да. Они начали бегать. Да, да, да. Да, да, да. Так и завершился этот матч лучшего игрока ролевого состава футболкух, я так понимаю, да? Конечно. Да, 2 плюс 0. В составе Молота, ну, наверное... 6 плюс 1. 6 плюс 1. Ну, то есть вы тоже, да, исключительно на статистику смотрите? Ну, видно было, он с атаки начинал. Хотя один плюс. Да нет, Маня сильный футболист. Я думаю, что сейчас его куда-то подтянут на весенне-осенний сезон. Ваш матч? Я сейчас единственная камера проверю. Все? Все замечательно. Давайте смотреть. Составы у вас были, я так понимаю. Все подъехали, да? Ну, да. Баролина и Братьевна. А, Баролина и Братьевна. А, ничего себе. Не все, вообще далеко не все подъехали. Ну, да. А почему? У него график 2-2. Ну, если мы в 5 пригоряем, то сыграем. Некого в 80, да. Они в метро тоже? Нет. Они в красно-белом. В красно-белом? Баролина и Оба Бугасанова. Нет. Братьевна вроде в красно-белом. А Баролина где-то на кофе что-то. Ну, я честно не знаю. Ну, знаю, что график у них 2-2. Угу. С 8 до 8. Понял. Так, да. Значит, получается, Бугасановых не было и Баролина. А так, в основном, да, смотрю, прям, ну, очевидно, что много человек еле, по-моему, вместились в кадр. Как футбол купли. У Вабанка 7 человек при этом. Ну, тоже. У них, наверное, вся основа, да? Вся основа? У Ван Ванка. Меньше Августова нет, который я по ходу сезона писал. Ну, да. Играл в полуфинале «Чеканата мира» по пляжам. Да, это правда. Так он вообще приезжал? Он, например, 3-4 раза приезжал. Тоже неплохо. Но учитывая, что он приехал там через 2 недели уже в Дубае играл в полуфинале «Чеканата мира». Ну, это красивая история. Я от итальянцев пенальти потащил. В основное время по пенальти. Да. Мне кажется, что он за них же в поле играл, нет? В поле? В поле. Играл в поле, да. По тренировке. Ну, может быть, это все. Тут форма у голкипера. У голкипера надо было. Вот забежал человек. Обязательно аж надо вот этот перекат сделать. Вот так вот все вам показывает. Распальцовка, все. Это он зек, зек, что ли? Ну, это стиль. Ну, раз. Ну, просто резко все сделал. Вратарь даже не ожидал там. Смотри. Оп, качнул. Молодец, Виталик. 1-0. Вторая минута, да. Ну, вы сразу понеслись вперед. Очевидно. Особенно после победы конкурентов. Я так еще уже оставался делать. На обзоре, кажется, что у вратаря сливается форма у Орлова. Но при этом красная она была, да. Это, кажется, так на... Одна деталька, по-моему, только момента. А, ну, тут все. Вот сейчас там забьют. Ну, тут Никитка куда-то пошел перехватывать непонятно куда. Получил. Так. Ой, какой красивый. Да, да, да. Тут, видимо, получил Саша. Так, с передачи Чинникова на три в одного. Три в одного. Света нового. Глаза Ядского. Роста не хватило. Да, да, да. Вот здесь ближний угол, мне кажется, раньше времени читать пошел просто. Что-то любить у нас перехватывать. Так. Ну, комментируйте. Это, в принципе, тоже ваша игра. Тут Никитка потащил, да. А то 2-1 уже, по суну, это другой было бы. Еще один обрезик. Ну, они в итоге по тайму сыграли? Да. Да. Ромбонный, конечно же. Нарушения не было, да? Ну, вот она, да. Сейчас Янчик, по-моему, пробежит всю бровку сам. Да, вот, да, да. Ну, там по отскочил. Да. Здесь отскочил. Подскочил. Тут отскочил, ну, спокойно. Да, да, да. Переложил еще, да? Сносочка тоже. У Янка бывает у меня праздник, когда он может играть. Угу. Так, пока... Само непонятно, чем заливать. Пока начинают сверлить, в принципе, еще не громко. Поэтому нас будет слышно. Просто чуть-чуть по возможности громче. Если будет совсем не в моготу, то на паузу просто поставим. Ну, сейчас здесь отбор тоже. Ну, опять голевая. А, это сейчас здесь закинут, да? Да, это закидовочка. Красиво. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это можно, это можно. Опять пальцами сейчас. Да. Телевизор насмотрелся. Да. Терского мастерства Виталика. Забил и пошел на замену. Не, ну, красиво тут вопрос. Еще и левый. Он, по-моему, уже правша, если не читает, да? Да. Или двуногие, не знаю. Так, вот Анищенко. Рабочая точно правая у нее. Анищенко, который со своей полей на поле все забивает. Ну, Сашка у нас правдин вышел. Сделано минус один человек на поле. Ну, категорично, категорично. Сашка боец. Это наш Митровский. Боец. Он просто бежит, его постоянно подбивает где-то. Он сейчас здесь пятый, да? Да, давай. Хорошо. Ну, такой типичный мини-футбольный гол. 4-1. 22 минуты. Тут уже слабо начался. Ну, тут уже да. Давно было сразу преимущество сделать. Ну, еще играть, конечно, много. Ну, по игре понятно. И у вас больше. Соперник наезд. Да, да, да. То есть, тридцатые минуты, условно, конечно, тяжело будет сопернику, учитывая численность. 10-10. Хорошо разыгрывали. 6-метровый удар. 10-метровый. Здорово. Здорово. Он еще только попал. Удар у него, конечно. Так я не могу сказать, что у него какой-то сумасшедший удар. Попадает 9-й. Но он попадает. То есть, не дело в силе, а что именно попадает. Ну, тут и сильно было. Аккуратно и сильно, да. Прям под штангу. Тут, конечно. Тут сейчас еще один золотенька забит. Да. Контратака пошла. Вразить и вал. Золотеньков с придачей Быкова. 5-2. Хорошо. Начинается перерыв. Перерыв заканчивается. Не важно, что было в нем. Важно, что было про гонку бомбардиров. Мне интересно. Сейчас, сейчас. Давайте. Димон расскажет. Тебя и на поле не видно по обзору. Ты вроде бы немного знал. Бедро, травмы. Спаспайсом бедро левое потянул. Это лучший друг Паша Алексеева. Сашка. Корень, чем сказал. Или стилист, парикмахер. Так, ты ему отдавал, да, я надеюсь? Да. Здорово раздавался. По запрошенной натуре я бедро отдернул. Ага. Поэтому я уже по разминке понял, что я... Тяжело тебе будет, да? Ну, и вот начинает тянуть. Ну, Дима и не играет. Он так присутствует. На капитанском мостике. Ой, ну здорово тоже в ближнем углу. Мне Леша там давал эти тейпы, или как они называются, которые клеят. Да, да, да. Особо. Не веришь бы эффекта. Не, ну они все равно, кстати, помогают. Ну, все равно болезненные ощущения. 34-й номер – это в честь Володи Быстрого? Ну, конечно. Как ничего с него-то еще. Так, на Егорова передаем. Ящик обычно запорол. Ну, вот так и ты что? Сейчас будет Дима, который забьет первый мяч, да? Да? Здесь? На самом деле мог бы и перехватить. Здорово. Здорово попал. Он сейчас сразу же еще второй раз попал. А сколько, получается, отрыв был на этот момент? Потому что траком или траком не началось? Четыре, наверное. Четыре или пять? Сколько было? Вот ты забил, сейчас мы посмотрим. Да там, ну, они… Вот этот… За первый гол, нет. Четвертый номер. Конечно, с Дорик между собой. Угу. Так. Вот. Сейчас будет второй, да? Ты забил четыре, то есть отрыв был пять, да? Ты забиваешь второй. Да, да, да. Хорошо. Вот тут раз и попал. Ой, вообще классно, да. И ты попал. Что, да? Потом Дима сел на замену. Селят они с Золотенковым на замене. Виталь такой говорит, слушай, Дим, ты же лучшим бомбардиром можешь стать. Он говорит, да, точно. Он говорит, пойдем, я буду тебя отдавать, ты будешь забивать. А тебе еще надо было три, чтобы сравняться, получается. Да, да, да. Ну и так и получилось, да? Две он отдал на тебя. Да. И штан где попал. И они вышли и начали друг на друга. И такие вот привозы вот эти вот пошли. Да, да, да. Они стояли впереди. Вот эта стенка разошлась. Угу. Просто Леша в колено попало. И все, пошла игра. Вот здесь вот. Вот это прикольно. Здорово. Тут не попал. Но это было бы красиво. Да, да, да. Этому можно было бы автал взять. Защита совсем у Лобанка. Прямо. Поехали забивать. Там тяжело. Сил-то они бесконечные без замены. Глядят. Попробуй тут еще. Ну там одна у них получается. Ну все равно. Или даже две, по-моему. Семь человек или шесть. Ну не суть важна. Да, все равно. У нас молодежь. Это вот-вот все. Повезлась тут Виталика. Вот здесь. Ну пожалуйста. Ну тут надо было просто мне Виталику возвращать, чтобы Виталик забил. Ну тут не так работало. Вот тут вот. Леша просто уходят. Понимаешь? Так. Он бьет. Это первое желтое. Хотя Леха даже вообще, ну как бы намеренно не шел на него. Да там повтор, наверное, покажу. Так вратари никогда намеренно не идут. Он просто... Ну контакт был у нас. Контакт был. Ну Леша просто не маленький человек как будто. Нет, ну подожди. Ну это же его дело, что он не маленький человек. То есть, по-моему, это вполне заслуженно. Нет, это ладно. Это все хорошо. Да, конечно. Ну ладно, хоть не красный показал. Мне нравится, как Дима спокойно об этом говорит. Просто как бы он орал бы на поле при этом, ты как спокойно... Так он все эмоции там оставлял. Так, но здесь вот пожалуйста. Да, между рук залетело. Еще десять минут. И 3.47 минута. Прошил. Но у него таких голов, я говорю... Половина. Два нам с центра забил. Половина. Вот, пошла. И тут сразу оп. Побежали стримы. Так, есть. Замечем быстренько. Получается, это третий два гол. Да. Правильно? Да. То есть, тебе остается два. Две минуты. Счастливый. Там стримы подкалывают. Угу. Да нет. Там намеренно. Вот в штангу попал человек. Это просто... Так, тут много голов было. Я начал у Леши спрашивать, кто что забил. Потом в итоге мы подумали, что Золотенков забил. А ты отдал Дементьева. Вот еще раз. Или вот в этом моменте. Ты видишь, я бегу. Хромая. Отдал. Еще и левый. Так. 49-й минута. Они чем-то, видимо, тоже будет забомбардироваться. Да, да. Боролся, боролся уже. Третье или четвертое место. Он же тоже три, по-моему, забил еще такое. Да, по-моему, три. Посмотрим сейчас. Онищенко три забил, да. Видишь, я бегу, хромая. Да, да, да. Ну, надо до последнего. И это же левый, который бедро дернуто еще. Тянусь, блин. И в штангу попало. Обидно. Вот. Здесь, на теле. Пошел в батаре одолевать. Сейчас забьет, да? Ну, вот. Онищенко тоже, да. Там у нас впереди просто пара форвардов. Они не возвращаются. Ну, это последний гол в этой игре. Сейчас посмотрим, как ты в штангу еще увидел. Да нет. Я представляю, как это длинно. Тем более еще. Ладно, хотя бы плюс три. Если бы он потанше бы начал забивать. А тут плюс один, да. Ты попадаешь в штангу еще. Ну, ладно. Миша подарил. Единалично. Вот здесь, да. Ну, все, все. Ой. Ну, хотя... Ну... Да ладно, чем хотят. Я думаю, еще три дня потом еще думал об этом моменте. Да нет. Я тут, кстати, вспомнил, что в каком-то... Вот, смотри. Вот это вот. Я не знаю. А что было вообще? Я не понял во время игры. Но я там записывал. Вот это... Гусев толкает... Нет, вот он здесь. Давай, давай. Вот здесь лестит. Это опять нам 10 метров бьют. Потом красный. Вот здесь вот. Вот это фолк. Ну, как будто бы касание рукой было, но не... Да нет. Да. Это он дает... Тут Леша... Нет, а фолк бы у него не когда-ли он только одел спину. Это свистит. Так нет, вот свисток. Нет, нет. Он же бил отсюда. Короче, он вот, он показывает. Это же шестой фолк. А, не показали красную. Леша просто ухмыльнулся. Нет, ну подожди. Отбивает Яцкий. Хорошо. Хоть не три забили. Здесь 50 метров. И чемпион. Церемония. Так их назовем. Да нет. Ухмыльнулся. Ну что, ты за желтую кальшку дали за ухмылку? Угу. Я думаю, может сказал что-то может быть? Ну там, может что-то и сказал, но не такое, что ты понимаешь красную его добавил. Я вспомнил, что в каком-то матче гол не засчитали чистый от перекладины. Помню. Я же тебе еще сговаривал. Было. Я вспомнил, ой, не хватило. Но я же говорю, это никак не добавить, но по правилам. Ну я понимаю. Ну и с другой стороны у Миши не Федора на один матч меньше. Выбирайте. У лучших игроков. Ну я… Заватинков. 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 Начал, закончил. 3 плюс 3, да? В составе Вабанка. Онищенко, да? Онищенко, да? Онищенко, да. Так, ну и последний матч сезона. Давайте тогда мы его посмотрим, и я вас сейчас спрошу по поводу чемпионата. Давай. Монтана, Алстан, 6-6. Мне кажется, вполне себе логичное завершение чемпионата. Две бегущие… Да. Три подряд ничьи, да? Две атакующие команды. Вот Монтана хорошая команда. Очень хорошая. А место какое? Пятое. Ну, незаслуженно. Ну, хотя выше них тоже. Алстан. Да, Алстан тоже. Алстан тоже мог в тройку. Монтану просто даже не смогли обыграть. Я вот буду… Не, я считаю, что у нас на самом деле не такой слабый, да, кто говорит, что слабый. Нет. Ну, просто все говорят, что типа по субботу, воскресенье, там, воскресенье вообще там уровень типа… Подожди. А тут твой повод. Нет, подожди. В воскресный и субботний первые дивизионы по уровню плюс-минус равны. Высшая лига, ну, там очевидно, что дивизион Кругляка сильнее. Ну, это понятно. Но опять же, тут офсайд, который, да, интересно было бы посмотреть, как бы они сыграли в этом дивизионе Кругляка. То есть у них там, естественно, были бы все шансы на чемпионство, учитывая их состав. Мы не узнаем, да, если только в следующем году они не попадут в этот дивизион. Составы тоже. У Алстана много человек подъехало. У Алстана уже на момент начала матча лишился шансов на третье место из-за того, что Спайс победил. У Монтана тоже, в принципе, ребята подъехали. У Алстана хорошая команда. Хорошая команда. У Алстана просто возили всю игру первой матчей. Да, да, да. Так я помню, когда Янгов они тоже там не выпускают. Нам там были чемпионы, а нас тут просто… Вы вышли ребята, просто там уничтожают. Мяч у них не может быть. Мяч у них не может быть. Вратарь там у них просто бегает, наших обыгрываешь. Да, но здесь перформанс, да. Часть крокуса. Ну, красивый, красивый, мне кажется, момент. Вот. Возможно, еще и из-за этого… ну, невозможно, а точно из-за этого такая атмосфера сначала мрачная была в Манеже, но потом вроде бы как-то все… Ну, конечно, накануне такие… Да, все сплотились, как ты. Как бы и праздновать ты не хотелось. Да, да, да. То есть, очевидно, да. Многие просто отменяли, да, все чемпионаты. Но мы до последнего думали, да, отменять или нет. Просто последний тур такой, да. Да, потом как бы… Ну, мы же не какая-то неофициальная структура, да. То есть, ну, в том плане, что никем не регулируемся сами себе, да. То есть, только если бы… Если бы в бейсу запретили бы играть, да. То есть, конечно, в бейс ничего не сказал. Последний тур. Попросили… Попросили… Да, в общем, здесь между нас забивают. Попросили единственное, что без болельщиков, но на восемнадцатом туре дивизиона Кругляка и дивизиона Игнатьева было свободного места не было. Ну, вот. Небольшие команды запасные. Так… Монтана хорошо начинает. Да, и по обзору видно. Просто… Как спокойно перекатывали. Да нет. Очень хорошие две команды, они будут играть в дивизионе второй лиги воскресной. Пока не говорим в честь кого она названа. Ну, и решения еще окончательного нет. Это просто всегда интересно. И там я буду за этими ребятами с удовольствием большим смотреть, наблюдать. Тем более формат другой, да. 6х6 там все-таки игра по-другому складывается. Да, мяч пятерок и ворота больше. Ну, мне больше формат 5х5 нравится, если честно. 6х6 нужно иметь физическую силу, нужно… То есть там если у тебя есть удар хороший, ты просто себе… Ну, и скорость. Ты себе пробрасываешь, бьешь, пробрасываешь, бьешь. 5х5 – это все равно формат умный такой, мне кажется. Ну, этот формат легче, чем 5х5. Ну, классический мини-футбол, конечно. Конечно. Намного. И поляна побольше. Угу. 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 Я, кстати, не уверен, что больше. 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 Ну, мы вот играем в мини-футбол. Угу. 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 Так. Ну, вот Рамин Мамедов с передачи Вулгара Мамедова. Отец и сын тоже, мы как раз. Поколение, да? А я слышал на стриме, что F-base паркет строят, да? Да. Вот это было бы интересно. Да. На паркете. Да. Так давно, ребята, есть запрос на паркет уже есть очень давно, да? Просто Паша сказал почему. Что за большое количество времени занимают этот паркет. То есть, ну, их не так много, например, как тех же манежей. Просто банально. Поэтому, если F-base построить сейчас паркет, что в принципе уже и делают… Баскетбол, там, баскетбол. Да, если они дадут нам право какое-то там, ну, одним из первых выбирать, да, время, то, конечно, дивизион на паркете было бы очень круто, я уверен. Сам бы принял участие после того, как операцию баскетбол сделал наконец-то. А Баклушин показывал, что была передача. Ну, нет, очевидно, что никакой передачи не было, да? Потому что мяч в футболе… В вратарь там немножко потерялся. Ну, там… Из-под защитника не видел. Из-под защитника. Да, да. Хорошо. Я считаю, что 2-2 это еще могли и проиграть, когда они играют. А пяткой же, пяткой же не попал на последней минуте Заур Алиев, да? Да. Это еще, я говорю, там, как будто еще нам повезло. Угу. Ну, просто так игру смотреть особо-то, не моментов, ничего такого. А вот посмотрим сейчас. Да, пенальти. Особенно чуть не каждое лето. Ну, да. Ну, да, пенальти. Ну, не видел, пошел, да. Угу. Промазал Агасиф у вас, Херах, не попал в створ. Но, по-моему, сейчас он же и справится, и на 25-й минуте, если не ошибаюсь, забьет. Угу, девятку у них хорошую. Заур Алиев, да. Заур Алиев будет выступать в премьер-лиге в команде открытой России. Угу. Там за ним тоже последим. Возможно, даже я прямо на поле это буду делать. Ну, в смысле, на бровке. Вот, да. Да, да, да. Агасиф исправился. Угу. Там за ним тоже последний. Возможно, даже я прямо на поле это буду делать. Так что... Хорошо, отработали. Последний тур надо было собрать. Да, да. Пока что. Защитнику не повезло. Отбирал хорошо, да. Нет, ну, одна была, да, получается, тоже за Утенков и Дементьев. Но мы это сразу же, я поправил. Поэтому. Ох. Как легко. Да, Ваня Кочергин раскачал. Ну, моментов много в игре, да, то есть. Сейчас 6-6. Алстон тоже будет весной играть. Они в одном дивизионе с Монтаной. В воскресной лиге, во второй лиге, на Джона Рида. 6 на 6. Здорово. Хороший гол. А премьер-лига где вы играете? А вот сейчас же это самое активное обсуждение. Сейчас проверю. Единственное, что Бугар отдавал один. Бугар здорово раскачал Матвея на видео. Ну, последний. Бегает обычно. Да, да, да. Вот, кстати, еще Бугара рассматривали на лучшего защитника, кстати, больше даже его, чем Ваню Кочергина, потому что все-таки Бугар больше в защите не был. Смотри, там рассматривается девятка, но команды не хотят платить больше на тысячу рублей. Там спонсоры. И не хотят играть без трибун, что тоже немаловажный фактор. Хотят остаться после матча на трибуне, время провести, там до пива. А потом мы стояли, пиво открыли и за решеткой стояли там смотри. Бугар. Да, мы на Крыленко играли в открытой лиге 7 на 7, а потом пешочком с пивасиком как раз Петро Дебенко и смотрели девятку. Премьер Лигу. По воскресеньям, да? Ну, 5-2. А Устин ведет уже 5-2. Кажется, мы его заявляем, да, в воле? За вашу команду? Ну, это воле промо, там у Алексеевич Воскресенский. Его команда. Его магазин. Какой у него магазин? Продукты животных. Мир животных называется. Зоотоварами он занимается. Ага. Корма. Он любит животных просто? Ну, он любит деньги. Любит, да. Или только я скажу, любит бизнес. Животных, наверное. Нет, а почему именно в этом направлении просто? Интересно. Попадет? Попадет. Здорово, здорово. Это расстрел. Тогда было тоже пригласить на подкаст. Не уверен, что мы бы все поместились. Мы хотели. Видишь, как мы с собой относились. Ну, некогда с кого. Работа, работа. Угу. Ну, он же любит деньги, поэтому работает. Ну, снова мяч у Лугара. Да, так и по обзору даже. Ой, Ваня по-чередине классно пяткой здесь замыкал. Я так понимаю, вдвоем, да, там или игру делают? Ну, да, в основном. Ну, и он с мячом просто на 3. Ну, да, да, да. Попал, попал. Попал, да. Ну, на сборы в Зенит. Я просто так не беру. Ауслан в 6-3 выигрывал. Ничего себе. Да, да, да. Я говорю, что Монтана одни моменты. Ауслан ведет при этом 6-3, да. Стальянов почти. Короче, он обид, да. Обид для губкипера. Но Рамин молодец. Это еще и комбэк надо? Да, с 41-ой минуты. На 41-ой забьют, на 49-ой на 50-ой посмотрим сейчас. Ой. Тут уже Монтана. Заигрались. Да. Подсело. Но при этом нашли себе силы отыграть. Три мяча. Вот, пожалуйста. Здорово. Уже паника началась. На 41-ой минуте. Ну, в принципе, я говорю. Хорошо зарубились. Мяча закономерно. Да, да. С точки зрения, опять же, турнирной таблицы ничего не решала игра. Да, но ребята хотели громко хлопнуть дверью. Ребята молодые и там, и там, я думаю, что... Молодцы. Молодцы. Хороший матч. Не просто доиграли турнир, а уже... Не раз грунт, но... И счет. Да. А мини-футбольный рабочий 6-6. А вот, пожалуйста, Федор Иванов. Забить Стальянов через все поле. Шоферов первые на выходе. Ой, хорошая передача. Заур. Снова с передачи Бакушина. 49-ая минута, и видишь... Под конец они этого вратаря, да? Да. Ну, пару матчей он сыграл до этого, да. Ну, в первый тайм играл Денис Смирнов, а второй тайм, вот, Карас Шоферов играл. И... И... У них травму получил, да, вратарь? Ну, у них много вратарей было, на самом деле, по ходу сезона. Очень много было вратарей. На подказ же приходил, да, вратарь? Ты про Монтану. Это ты с Монтаной путаешь, что ли? Ну, с Монтаной. А, все-все. Я про Монтану говорю. Да, про Монтану. А, да, Игорь Кротов, да, получил травму. Потом... Вот этот вратарь, да? Да, да, да. Он третий матч, по-моему, с Тодианом. Вот и пошли, пожалуйста, забили. Еще берут мяч и хотят еще победить. Уже сильный вратарь. Сильный, сильный вратарь, безусловно. Ну, и Заур четыре мяча подряд. Понятно. Ну, вот, пожалуйста, последние голые ошибка в протоколе. Потому что передачу Марченко отдала. Ну, мы, правильно, все-таки. Последует. Да, 50, Алиев, Марченко. Так, ну и смотрим с вами, значит, лучших игроков матча. Выбираем. Вы пока можете это сделать. Я сейчас напишу. Алиев, Заур. Да, я думаю, что, в принципе, очевидно. Ну, а там вот этот Вугар, да? Вугар, да. Ну, посмотрел на себя таки-то. Да, да. Ну и Броси тоже до последнего за звание лучшего ассистента. Мефодиев травмом получил. В последних трех или четырех турах Андрей не играл. Давайте, значит, еще раз посмотрим по статистике, да? Мы, в принципе, проговорили. Лучший бомбардир Нефедов. Потом вот как раз Дима. Второй Дима. И как полотно, да, было в гонке бомбардиров. То есть интрига здесь сохранялась. Передача Андрея Мефодиев тоже в угар практически витянулась. Потому что Матрёв был чуть ли не 12. 12 гривых передач, но опять же Мефодиев был на травме, да? Дальше уже там, конечно. Вот Дима Гулин, да. Хорошо отдал. В тройке, да. Даже в тройке. В тройке, да, по голевым передачам. Ну и Мефодиев гол плюс пас. Передача на одного. Да. На международ. Да, да. В большинстве своем, я думаю, именно на него. Таблицу посмотрим. В принципе, я думаю, что ее уже видите. Все в третьей комнате. Да, да, да. То есть устроили интригу до конца. Интересно, когда до конца они за 5 туров там все встали. Все места определились. Сто процентов, сто процентов. А второе с третьим местом это ХПК Спайс личные, да? Личные, да. Причем, по-моему, если я не ошибаюсь… Серебряный матч. Если я не ошибаюсь, то… Вот не помню, два раза СЗ вы выиграли или 1-1? 1-1. 1-1, по-моему, да. И СЗ просто по разнице мячей плюс 2, если я не ошибаюсь. Вот. Так, ну, что-то еще какой-то ваш комментарий. Давайте такой обширный по организации, по ощущениям, по… ну, опять же, там уже, в принципе, самую сложную игру там вы сказали. Что-то какие-то самые запоминающиеся моменты для вас. Давайте. Есть чемпионат запоминающийся. Он первый и сразу же победный. Да, да. Мне все понравилось. Организации, медиа, освещение. Все помнится как бы. Да. Нет такого проходника. Ну, вот, напоследок, напоследок нам решили. Лучше запоминающийся. Да. И самое главное, ну, как мне кажется, потом всю эту летопись можно найти. Легко будет. Да. То есть, ты зашел в турнир. Ты нажал там онлайн, нажал видеообзор, да. То есть, все. Все есть, да. Все чудо. Турнир вообще, да, замечательный. Прошел. Ну, спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Организаторам, да. Ну, еще, может быть, что-то хотите сказать? Может, передать привет ребятам? Вообще, как следили за меня? Сэм, привет. Нет. Чинназа сюда сюда. Чинназа сюда. Вообще. То есть, не зря ли это все делается? Не, я всегда слежу. Угу. Ну, подкасты, может. Ну, нет. Да, да. Эти все обзоры. Где ты хорошо играешь, там подкасты. Обзоры. Очевидно. Это всегда, да. То есть, если плохо сыграл, да. Если ты 18 выпустил, то... Да, да. Подкасты явно, да. Тебе не скажется. Ну, если ты, конечно, не забежал. Нет. Обзоры. Краткие. Итоги, обзоры. Это все я всегда смотрю. Итоги выходили здорово. Сборная сезона будет? Будет. Будет. Сейчас просто, я говорю, очень плотная работа ведется уже по новому сезону. Вот подкасты все. Вот это все. Заявки. Поэтому обязательно будет. В ближайшее время все сделаю, ребят. Ну, я тоже. Поверьте, у меня я один. Мне тяжеловато. Да. Ну, краткие итоги. Это было новшество, когда они выходили. Вот сразу после тура. Очень удобно. После тура. Ну, нет. Даже домой не успеваешь еще доехать. Ну, я просто... Я вот... Я в метро не писал. Ну, мы еще чаще на каршеринге просто уезжали. То есть, ну, за рулем, очевидно, не попишешь. Когда я ездил на метро, просто мне не очень прийти, открыть ноутбук и вот уже спокойно посмотреть внимательно. Я говорю, я не раздевался. Я куртку снимал. Я садился. Даже не ел ничего. Я садился сразу все. Хотел, чтобы все было вовремя, да, пораньше. То есть, там, хотя бы до часу ночи, чтобы уже ребята заходили, смотрели, да, как все это происходило. Ну, если вам больше нечего добавить, да, наверное, будем закругляться. Ну, да. Вы сегодня как-то прям очень официально были. Ну, в любом случае, мне... Первый раз на подкасте просто. Ты не раз был. Ну, надеюсь, что не последний. Ну, да, я тоже. Надеюсь, что не последний. Надеюсь, по такому же поводу еще. Да, да, да. Это хорошее желание. Смотрите, в любом случае будет открытый кубок еще сейчас и будет, ну, я так понимаю, вы уже не успеваете, да, в него заявиться. Будет хоккейный город с середины мая, по-моему, с конца мая. Ну, точной даты не буду говорить, пока просто не знаю. Вот. Поэтому, если будет желание у вас поучаствовать, обязательно. Ну, подумайте. Там в этот раз будет больше. Обсуждаем с коллективом. Будет больше ответственных, будет... Ну, мне просто кажется хорошо, да, когда, например, команда один сезон отыграла с одним ответственным, потом другой ответственный. У него, может, какой-то другой взор, да, какой-то другой мнение. Ну, лично мне так кажется. Кто-то наоборот. Там также один просто будет дивизион, да? В хоккейном городе? Да. Ну, я думаю, да, 10-12 команд, он будет обособленный. То есть там, ну, я так понимаю, да, еще у ребят конкретно не спрашивал. Будет как в прошлом сезоне, да? То есть, когда он был обособленный, и когда там команды... Ни легионеров, ничего не было. Да, да, да. То есть, когда там вообще сборные набирались, там, Титов, Слейваку в одной команде, там, когда просто вот топ всех игроков правоберегий. Вот. Поэтому, в любом случае, вас в дальнейшем жду с командой. Но если нет, я так понял, вы все равно за Гефест будете играть. Да. Ну, и если меня заявят за Гефест, то Семен там как бы решает. В воскресенье уже будем. Так. Хорошо. Вам спасибо за подкаст. Спасибо, что пришли. Поэтому, если у вас нечего больше говорить, мы на мажорной ноте закончим. Давай, покажи еще раз. Вот как раз подсверлежку. Чемпионский кубок. Это единственная команда, которая пришла. Я так понимаю, у вас наклейки просто отклеились, да? Не было. Не было, да. Косяк. Должна быть. Не было наклейки. Будет. Хорошо. Только напомните мне, хорошо? Тут должна быть правобережная блема. Возможно, просто забыли наклейки. Вот. Даже на фотках, можно посмотреть, не было. Никто не снимал. Шампанское пили из него. Не было. А вы в первой лиге будете получать за Гефест? В первой лиге? В первой лиге. Хорошо, я передам. Постараюсь передать. Там тоже будет знакомый и ответственный, соответственно. Давай, так что видно было. Да, вот сюда поставим. Вот там, вот там стоит. Все, ребят, всем огромное спасибо. В принципе, я считаю, что на этой мажорной ноте дивизион Бочкова мы можем закрыть. Да, осталась команда недели последнего тура, команда сезона осталась. И какой-то там все равно итоговый пост с награждением. Вот. А так, в принципе, глобально, я считаю, что можно закрыть. Еще раз вас с чемпионством. Спасибо. Надеюсь, что еще с вами по ходу работы в правовой ряде увидимся. Все. Дмитрий Гулин, Дмитрий Дементьев, игроки команды победителя дивизиона имени Бочкова Т4 Московская. Дядя Коля у микрофона традиционно. Всем счастливо. Всем до новых встреч. Пока-пока-пока.